Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в студии русский блогер Олег Забугорский, который проживает здесь, в Соединенных Штатах Америки, и мы зададим ему несколько вопросов. Олег, скажите, пожалуйста, сколько вам лет? Ну, во-первых, здравствуйте. Вопрос част, да, вопрос практически этот возникает каждый день. Мне 45 мая исполнилось 45 лет. Многие спрашивают, а как так? Не бывает, 45 мая, что ты придумал? Это из зависти, из обычной людской зависти. Моей жене 23 марта этого года, 2016, исполнилось 23. Думаю, как так? Я тоже хочу какую-нибудь такую интересную круглую дату. Ну и, собственно говоря, я придумал свое собственное день рождения 45 мая, мне исполнилось 45. По старому календарю мне, собственно говоря, было 19 мая. Ну и в следующем году, возможно, будет тоже как бы 19, если опять мне что-то не взбрендит в голову, и мы не отпразднуем 46 мая, мое 46-летие. Второй мой вопрос. Откуда вы родом? Собственно говоря, откуда вы приехали в Соединенные Штаты Америки? Откуда? Откуда? Откуда мы? Всех интересует такой вопрос. Откуда и почему вы уехали? Передают, так скажем, послание простого содержания, просто скажите откуда, и послание агрессивного содержания предателей Родины. Так вот, мы предатели Родины из Москвы. Наша семья, москвичей, уехала из России уже год и 8 месяцев. То есть мы такие совершенно фреш, совершенно свежие эмигранты. Часто задают вопросы, которые, собственно говоря, и озвучу вам. Олег, скажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь, какой род вашей деятельности, сфера, чем вы зарабатываете деньги? Потому что я знаю, что вы в Перископе ничего не зарабатываете. В социальных сетях, где вы общаетесь, тоже не зарабатываете. Чем, собственно говоря, дышите, дорогой Олег? Я вас понял. Спасибо за вопрос. Хорошо, я расскажу, чем я занимаюсь. Собственно говоря, основная моя задача здесь, в Соединенных Штатах Америки, ровно продолжение того, чего я начал делать в России. С конца 90-х годов, после очень интересного такого кризиса, 98-го года, я задумался, чем бы занять себя в этой жизни, в продолжении моего начального, так скажем, собственного бизнеса. Я занялся автомобилями, продавал автомобили в Германии, достаточно долгое время жил в Берлине. И, собственно говоря, после кризиса я придумал такую тему. Я поехал в Соединенные Штаты Америки учиться. Я отправился в Сан-Диего и прошел специализированную подготовку в учебном центре, который готовит мастеров, технологов по реставрации автомобилей. То есть я проходил специальную усиленную подготовку для того, чтобы привести в Россию технологии, которые позволят реставрировать вмятины без покраски, интерьер, салоны автомобиля, кожу, велюр, стекла. Такой глубокий детейлинг, полировка, ну, в простонародье. И я обучался именно для того, чтобы привести, сделать учебный центр, похожий, как в США, в Москве. Когда я привез в Россию все это, никому совершенно было не нужно. Понадобилось достаточно много времени. Это примерно три года. Три года ежедневной работы, ненормативной, ненормированной работы. Мы очень много работали. И в конце концов это дало свои результаты. И мы, моя компания, мои компании, потому что у нас их было несколько под разными названиями, начали заниматься обучением. Обучением реставрации автомобилей. Это был основной бизнес. Ну и, соответственно, параллельно я занимаюсь съемками. Мы ведем съемки, делаем промоушен, рекламу, семинары, тренинги для людей, которые, собственно говоря, об этом никогда не слышали. Потому что даже здесь многие считают, что Америка это такая, вот знаете, вот культовая страна, где за автомобилями нереально как ухаживают. Это миф. В Америке совершенно не имеют четкого представления о том, что такое хорошо вымытая даже машина. Они здесь вообще на эту тему не заморачиваются. Основной мой бизнес, отвечая на ваш вопрос, это автомобильный. Но у меня есть новые бизнесы, новые направления, которые мы ведем в Колорадо. Я особо о них не распространяюсь, потому что они не так популярны, не так интересны, например, нашим зрителям в России. Олег, расскажите немного о вашей семье. Кто члены вашей семьи? Спасибо за вопрос. Семья это, собственно говоря, то, ради чего я и живу. Знаете, целью моей жизни с недавних пор стала именно моя семья. А семья это мисс Анюта, Аннушка моя золотая. Это золотой для меня человек, который, собственно говоря, спас мне жизнь. Спас в прямом смысле слова. Я отдельно, наверное, сниму видео и расскажу. Это достаточно личное, но я расскажу об этом в другом видео. Мисс Анюта, Машенька, это наша первая девочка, наш ребеночек. Она родилась 14 января, прямо в старый Новый год. История рождения Маши, она тоже, это куча приключений. Наша жизнь, как и жизнь любого другого человека, это постоянные приключения. Поэтому я так скажу, что мы вспоминаем все, что происходило в качестве рождения Машеньки. Приключения, приключения, приключения. То есть дни спокойные бывают очень редко. Ну, спокойные дни, может быть, для кого-то они неспокойные, для нас они неспокойные. Павлуша ему 28 июня у нас исполнилось, 3 года. Это наши дети, наши хомяки. Вот так мы их прозвали в перископе. Это наши такие вот, наши цунами, это наши тайфуны, это торнадо. То есть это два маленьких, постоянно бегающих существа по дому. У нас дом постоянно находится в состоянии какой-то послевоенной оккупации. Павлик машинами занимается, Маша куклами рисует. У нас все стены исписаны фломастерами, у нас пластилин везде, в ковре, в одежде, везде. То есть вот творческие личности, они уже себя, так скажем, проявили. Поэтому моя семья – это те люди, которые живут сейчас со мной. Это мы единое такое ядро. Мы друг за друга, так скажем, не побоюсь. Я за свою семью… Мне задавали такие вопросы в перископе, да. Я за свою семью не задумываюсь. Отдам свою жизнь и положу все, что у меня есть, если это потребуется. Если это потребуется. Я надеюсь, что мы будем жить здесь, и здесь, как говорится, находясь в безопасности. Думаю, что не потребуется отдавать свою жизнь. А я очень ценю жизнь свою, своей семьи. И также я очень уважаю жизнь других людей. Людей, которых я считаю человеками. Ну, есть просто люди, которые не уважают ни себя, не уважают других. Для меня они, ну, назовем так, я не замечаю их. Вы знаете, у меня есть такие вот шорки, шторки, и я их не вижу. Несколько вопросов, связанные с едой. Почему вы несколько месяцев назад отказались от приема пищи мяса? То есть, почему вы не кушаете мясо? Мясо, да, да, да. Несколько месяцев назад, а это уже три месяца назад, мы с семьей в один прекрасный день, в воскресенье, мы приняли решение убрать из своего рациона мясо. Ну, не по причине, там, стать вегетарианцами или, там, похудеть. Здесь просто моя философия подсказала и давно мне намекала, да, то есть, перейдя на следующий уровень своего бытия, своей жизни, нужно отказаться от приема в пищу. Это моя философия, я никому не наставил, мертвых животных. То есть, мы убрали, так скажем, плоть животных из своего рациона, но мы не убрали из рациона мертвую рыбу, мертвые креветки. И это мы продолжаем, да, кушать, то есть, морепродукты мы поедаем. И недавно-таки, только вчера, у нас был такой рыбный день, Мисс Анюта сделала чудесный кокосовый суп из кокосового молока с креветками. А я на вечер приготовил тигровые креветки, опять же, на гриле. Мы все переживали, куда мы денем наш гриль. Мы купили такой вместе с вами в Перископе, чумовой, просто сумасшедший, классный гриль. И после того, как я перестал, так скажем, употреблять животных, мы уже задались вопросом, а может быть нам этот гриль того? Нет, он нам понадобился. Мы вчера сделали креветки, мы сделали кукурузу, причем такого качества, что, ну, просто пальчики оближешь. Такой вопрос, а с чем это связано? Почему именно мертвые животные? Почему, например, вы все-таки едите мертвую рыбу, а не кушаете мертвых животных? Ну, я еще раз скажу, что мы не кушаем именно мертвых животных по одной простой причине. Мое внутреннее сознание сказало мне, ну, знаете, многие говорят с духами, я говорю сам с собой, и оно мне подсказало, чтобы я из своего рациона убрал, то есть мой внутренний голос. То есть, знаете, можно сказать, что это просто мой внутренний бзик. Семья меня поддержала, поэтому мы полностью убрали из рациона, ну, так скажем, эту неполезную еду. Ну, и по энергетическим соображениям, потому что очень много энергии забирает процесс переваривания мяса, в частности, да. То есть, мы получаем много удовлетворения вкусового, то есть, это чисто вот такое удовлетворение жареного, шпаренного, соленого, кислого, сладкого. Но пользы от этого никакой. То есть, на самом деле, энергетическая подпитка чаще всего происходит от воды, воздуха, от гимнастики, спорта. То есть, как бы вот так. Многие наши зрители интересуются, что такое цигун. Немного расскажите, Олег, о цигун и когда вы начали заниматься цигун. Цигун. Цигун, цигун. Древняя китайская гимнастика. Древняя китайская гимнастика, которая позволяет, во-первых, контролировать свою энергию. В простонародье можно сказать так, что нам раз в жизни, при рождении, дали определенную батарейку. Эту батарейку можно просто использовать, не ухаживать. И она работает определенное количество лет. То есть, у кого-то эта батарейка работает 30 лет, у кого-то 50, у кого-то 70. В процессе жизни мы эту батарейку либо убиваем, либо, так скажем, подзаряжаем, ухаживаем за ней. Так вот, если так совсем просто объяснить, цигун – та гимнастика, которая позволяет, а, усилить свою батарею, продлить ее работоспособность и, собственно говоря, сделать так, чтобы ваша батарейка стала намного сильнее и активнее. Ведь наша физиологическая активность напрямую зависит от нашего энергетического состояния и обратно. То есть, какова наша энергетика, какова наша, так скажем, внутренняя философия – это напрямую зависит и наша, собственно говоря, с вами жизнь. Цигун. Я занимаюсь утром цигун. Я занимаюсь до рассвета, до, так скажем, поднятия, так скажем, основного населения Соединенных Штатов Америки. Я просыпаюсь очень рано, я просыпаюсь в 4 утра. С зимним периодом мой сон и немного сместился. Я просыпаюсь в 5 утра. Ну, собственно говоря, и солнце у нас подымается в 7 утра. То есть, поэтому у меня есть целых 2 часа до рассвета и очень много-много времени на свою личную жизнь. Да, это мои видео, это мои трансляции, ведь они занимают очень много времени, и я не могу пожертвовать всем своим временем рабочим. Поэтому я спокойно с этим справляюсь только за счет того, что очень рано просыпаюсь, и у меня есть время для того, чтобы зарядиться, есть время для того, чтобы распределить энергию в тот или иной день на то, что мне нужно. Если это творческий процесс, значит, это в творчество я пускаю. Если это физический процесс, я иду в горы, соответственно, я пускаю свою энергетику на выносливость. Многие мои друзья, мои зрители знают, что все свое детство до 18 лет я очень сильно, не просто так чуть-чуть, я очень сильно болел бронхиальной астмой. Да, то есть я астматик в прошлом благополучно, в 18 лет меня эта болезнь покинула. Ну, понятное дело, остаточки-то остались, да, и вот, собственно говоря, я еще добавил в своей жизни по глупости, по глупости и по неразборчивости я курил сигареты. Достаточно долгое время я курил сигареты и травил свой организм. Многие до сих пор продолжают это делать, я, конечно, со стороны смотрю, и вот мне уже, как человеку справившимся с этим, да, мне очень трудно понять, как можно себя убивать. То есть, ну, это разнозначно, если просто взять нож и ножом проникать в свою плоть, делая себе больно. Но это больно сразу. Никотин – это такая, вот, знаете, зараза, которую ты куришь, вроде там что-то тебе-то там придумываешь, тебе это помогает. На самом деле это та дрянь, которая нас очень уверенно и четко убивает. Цигун в основном – это дыхательные упражнения, то есть это работа руками, с позвоночником, это медитация. Ну, на самом деле, вы можете посмотреть закрытые мои трансляции. У меня есть в Перископе закрытая страничка, где я для своих друзей провожу такие небольшие мастер-классы. Если кто-то хочет попасть на эти трансляции, то напишите мне ВКонтакте. Я, так скажем, не пускаю в эти трансляции всех подряд. Я хотел бы, чтобы действительно эти трансляции были только закрытые и для людей, которые действительно хотят узнать о Цигун. Так что добро пожаловать, Олег Забугорский, ВКонтакте. Пишите мне, и я вас, если вы действительно хотите, впущу в наш мир Цигуна. Ваш выбор, когда вы приехали в Соединенные Штаты, был Калифорния. Почему вы все-таки переехали через несколько месяцев в штат Колорадо? Да, действительно, мы первоначально из Москвы улетели в Калифорнию. И в Калифорнии прожили три месяца. Все здорово, все прекрасно, но, 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 большое но. Ужасная вода, достаточно сухой и жесткий климат. Собственно говоря, отсутствие таких межсезонев, осень, весна, к которым мы привыкли. Мы все-таки жители Европы и привыкли к тому, чтобы у нас был и снег, и, собственно, дождь. Калифорния очень сложный и суровый климат для нас. Для нас он не подошел, и мы приняли решение переместиться в солнечный, прекрасный штат Колорадо, где и вода, и воздух, и люди, кстати, очень сильно отличаются от многих штатов, которые живут здесь, именно в этом штате Колорадо. И еще очень понравилась экономическая ситуация. Здесь один из наиболее благоприятных штатов для ведения бизнеса. Поэтому, собственно говоря, мы и приняли решение перемещаться в Колорадо. В Колорадо мы переехали, так скажем, буквально-таки за два дня. То есть мы просто сели и переехали в этот штат. Очень-очень интересный вопрос. Сколько лет вашей жене, мисс Анюте? Я уже говорил, я уже говорил, мисс Анюте 23 марта было 23 года. Внимательней слушайте, дорогой мой товарищ, внимательней. Многие уже слышали, наши зрители, историю о том, как вы познакомились с мисс Анютой, но будьте добры, расскажите, пожалуйста, еще раз подробности, как это было. Потому что на вашем канале Ютуб этого нету. Ну это, это назову так, это мой любимый вопрос. Просто вспоминать тот день, когда мы познакомились, и особенно тот день, когда мы встретились с мисс Анютой, ну это, это одно удовольствие. Познакомились мы благодаря Павлу, создателю ВКонтакте. Бродя по просторам страничек ВКонтакте, я поставил лайк и написал сообщение очень милой-милой девушке Анны. Она еще тогда не была забугорская. Я написал сообщение, и в ответ получил ответ. И в ответ получил ответ. «Нет, мы переписывались несколько дней, и уже созвонились, и это общение было какое-то вот нереальное, неземное, потому что такое, естественно, создавалось естественное ощущение, что ты этого человека знаешь. И Анна ощущала то же самое. И произошел тот день, 19 мая, это буквально через несколько дней нашего знакомства, мой день рождения. Мы встретились, мой день рождения, и мы бежали друг к другу навстречу, и когда мы воссоединились физически, да, обнялись, то есть именно вот это вот объятие, и тот первый поцелуй, который произошел прямо сразу в этой встрече, он просто зафиксировал нас, подтвердив, что да, это тот самый человек для меня. И Анна сразу поняла, что это тот самый человек, который, возможно, станет ее мужем. И мы, собственно говоря, после того дня, как мы встретились, мы больше не расставались. Не расставались, хотя у нас были, конечно, разноглазия с родителями, не с Анютой, потому что разница в 22 года, ну, их существенно пугала. Да и меня бы она тоже испугала, но есть такая фраза, да, в любви все возрасты покорны, но я бы даже так сказал, в возрасте, мне Санюте было 17 лет, она отличалась, так скажем, не просто умом, сообразительностью, она отличалась интеллектом и своим развитием мышления, поэтому она не была, так скажем, девчонкой, так скажем, по сравнению со своими ровесницами. Она мыслила, вот это я так для себя видел, другими шагами, другими ценностями, другими категориями. У нее не было, так скажем, какого-то отличия в интересах со мной, то есть у нас не было разногласий с первых дней, чем заняться в свободное время, куда пойти и с кем встречаться, поэтому у нас сложился один круг друзей общения, соответственно, общие, очень много общих интересов, связанных с бытом, с культурой, ну и всего прочего, поэтому, знаете, когда встретили, воссоединились и больше не расставались. И я считаю, что вот мисс Анюта и моя семья – это то, что я искал всю свою жизнь. Это многие знают, да, это мой пятый брак, и я этим не горжусь. Каждый брак, каждая, так скажем, попытка создать семьи, она мною, у меня внутри, да, она лежала именно с целью заботиться и отдаться тоже в руки человека, который будет заботиться и обо мне. Ну, к сожалению, это не получалось четыре раза, и вот, собственно говоря, пятый, так скажем, мой брак, наш официальный брак, да, он для меня, я считаю, что это просто какое-то вот счастье, и я сегодня с одним человеком общался, и я уже говорил, ну, это как в сказке, это как в сказке, когда ты встретил человека, и, ну, как-то нереально, да, для многих это нереально. Поэтому, друзья, не ждите, пока ваш принц или ваша принцесса прискочит, прибежит к вам, ищите, ищите. Сейчас большие возможности интернета. Это понятное дело, что много можно сделать ошибок, но кто не рискует, тот не пьет сок апельсиновый с медом. Вот так вот. Какие предпочтения и какие возможности, так скажем, интернета вы посоветовали бы нашим зрителям в изучении английского языка? Английский и по сей день остается для меня языком, который находится в процессе изучения, потому что, ну, вот как-то, как-то так складывается, что грамматика у меня до сих пор совершенно на тройку, наверное, тройку с минусом. Я чисто физиологически времени на это не трачу. То есть у меня, вот лично мое общение, да, и изучение английского происходит в процессе общения с американцами. Ну, где-то я смотрю фильмы, это помогает. Радио. Фильм и радио – это однозначно такой вот импульс для мозга, для того, чтобы он воспринял и ты на автомате, запоминая многие слова, и лексику, фразеологию, все это запоминаешь. В интернете много преподавателей, очень много интересных преподавателей, которые действительно дают толковые курсы. Лично я знаком с Мариной Киселевой. Марина Киселева ведет и Перископ, и у нее есть YouTube-канал. Я наблюдал за ее творчеством, за ее работой, а именно творчеством, потому что она на самом деле очень, так скажем, интерактивно это преподает. Поэтому я бы, наверное, порекомендовал бы человека, которого я знаю все-таки, Марину Киселеву, поэтому можете загуглить ее, найдете. Живет она, по-моему, в Италии. Один очень провокационный вопрос, который вам часто задают, и я, собственно говоря, хотел бы узнать. Любите ли вы Россию? Что для вас такое Россия? Да нет, ничего провокационного я в этом не вижу. Многие интересуются у эмигрантов, которые живут, так скажем, за бугром, как мы. Я россиянин, я гражданин этой страны, я очень активно участвовал, находясь в России, когда я жил со своей семьей там, и до появления семьи. Я участвовал и в выборах, я участвовал в активной политической жизни, экономической, я платил налоги. Я россиянин, я люблю прекрасную страну с огромной-огромной историей, я люблю людей, я по многим людям очень скучаю. Мне единственное, что, конечно, очень сильно повезло, что у меня здесь в Колорадо очень много друзей из бывшего СССР. Это и русские, и украинцы, и белорусы, и узбеки, таджики, грузины. Я не буду перечислять всех, и армяне. У меня просто сегодня было очень долгое общение по телефону с моим другом из Армении. Он живет здесь, Дэвид, в США, и такие душевные люди. И я хочу сказать, что мне это повезло, что у меня здесь в общении много людей, которые говорят по-русски. Многие еще до сих пор думают по-русски. Поэтому для меня Россия это страна, которая меня родила, страна, которая дала мне много-много-много того, чего нету и не может быть внутри американцев. Американцы очень интересные люди, очень активные. Мне они интересны. Мы им тоже интересны, но мы непонятные. Мы непонятные. Вот недавно смотрел Задорного. Вот у него есть фраза, да, ну вот касаемо дураки, да, или не дураки. Скажу честно, не дураки. Американцы не дураки, они просто другие. Мы русские, я под словом русский напомню, говорю о людях всех, кто говорят по-русски. Неважно. Национальности вообще не существует. Есть языки, есть вероисповедание, есть умные дураки. Вот мы русские, мы, наверное, мы более выживаемые, мы более открытые и более душевно озабочены жизнью другого человека. Хотя, хотя, вот я сейчас сказал, да, озабочены жизнью другого, мы, наверное, более интересуемся жизнью другого, но менее участвуем в его жизни. Мы можем поболтать, мы там, да, обсудить там. Но американцы, как раз наоборот, они менее будут говорить, они больше будут делать. То есть, были эксперименты русскими блогерами, поставленные, да, в Америке и в России, причем в разных городах. Это было, это выглядело следующим образом. В Америке падает человек, да, к нему подбегает каждый. То есть, не было такого случая, чтобы никто не подошел, не помог. То же самое произошло, происходило в России. Падал человек, и 10% русских людей подходило с целью узнать или помочь, что с вами произошло. Поэтому, есть между нами большая, большая, так скажем, разница. Ну, просто это и сама история, территориальное нахождение, климатические, да, как создавалась Америка, какими, так скажем, методами действовало правительство. Все это, все это по-разному, чем, нежели чем, Россия. Поэтому, я был, есть и буду россиянином. у меня не стоит задачи получения гражданства сейчас, да, я не знаю, что будет через пару лет здесь, в Соединенных Штатах Америки. Мы не читаем вот эти вот различные там, так скажем, предначертания, кто-то там в перископ зовет. мы живем сегодня, мы делаем свою жизнь, своей семьи, мы занимаемся бизнесом, растим детей, и сегодня это происходит просто в Соединенных Штатах Америки. Поэтому мы, мы здесь, и мы, мы простые эмигранты. Сегодняшним нашим гостем был Олег Збугорский, русский блогер из США. Я благодарю вас, Олег, за эту прекрасную беседу, огромное вам спасибо, и надеюсь, мы с вами еще увидимся у нас в студии. Спасибо, спасибо вам большое, и вам спасибо огромное за все ваши вопросы, с уважением. Кстати, вам бы побриться, вам бы побриться, потому что я так со стороны на вас смотрю, вы очень похожи на меня, но с такой щетиной прямо вот на алкоголика из Москвы вы схожи, поэтому побрейтесь и снимите эту щетину с себя, знаете, щетина это не только, как говорится, волосиной покров, снимите весь негатив, уберите, подготовьтесь к Новому году, и, пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех наших зрителей с наступающим 2017 годом, и спасибо вам огромное, друзья, что подписываетесь на наш канал с бугром лайк, желаю вам много-много миллионов подписчиков и миллион лайков, неправильно. Продолжение следует...